Британский боксер супертяжелого веса Джо Джойс может провести следующий поединок против Каши Али. Бой состоится 16 марта в Бирмингеме. Джойс последний бой провел в сентябре 2023 года, досрочно проиграв Джану Желею. Всем привет, вы на канале Воин, и тут только самые свежие новости из мира бокса. На канале выпуски выходит каждый день и без рекламы. Всем приятного просмотра, погнали! Дэбл Би Эй назначила поединок между Мартином Боколи и Касиусом Ченни в супертяжелом весе. У обоих сторон будет 30 дней для обсуждения условия боя, которые определит обязательного претендента на пояс. Организация не сообщила, на какой именно титул смогут претендовать бойцы. Журналист Майкл Бенсон подтвердил стремление саудовского промоутера Турки Аля Шейха провести поединок Артура Бетербиева против Дмитрия Бивола в полутяжелом весе. Его превосходительство Турки Аля Шейх подтвердил свое желание провести бой за абсолютный титул чемпиона между Биволом и Бетербиевым и сказал, что он будет договариваться с Бобом Арумом, чтобы провести поединок в июне. Ранее президент WBC Маурисо Сульман сообщал, что организация не санкционирует бой Бивола, потому что он и россиянин. Энтони Джошуа предсказал победителю боя Усик Фьюри. Это будет хороший бой. Я думаю, что Усик его заберет. Я не особо переживаю из-за этого поединка. Я просто хочу, чтобы они оба были здоровыми и самостоятельно покинули ринг. Это жесткая игра, поэтому все, о чем я прошу, это чтобы они ушли с ринга здоровыми. Что касается того, как пройдет бой, то это никак не повлияет на мою жизнь. Я не один из тех фанатов, которые начинают плакать, потому что кто-то победил или проиграл. Что есть, то есть. Это не конец света. Желаю удачи им обоим. Пожалуй, я бы хотел получить возможность подраться с Тайсоном Фьюри. Я думаю, этот бой был бы лучше для меня и фанатов. Ленокс Льюис назвал фаворита боя Усик Фьюри. Для справки. Я с нетерпением жду, когда поприветствую Фьюри или Усика в клубе абсолютных чемпионов. Рад, что они решили творить историю. Поединок должен получиться отличным. Хороший большой парень побеждает хорошего маленького парня. Преимущество у Фьюри. Артур Бетербеев раскритиковал Бивола за слова о подписанном контракте на их бой. Вы ему вопрос задайте, почему он говорит, что подписал контракт на бой со мной. Получается, он врет. Бивол же не говорит, что подписал контракт на объединительный бой. Он говорит, что подписал контракт на поединок со мной. Зачем баламутить людей? Я готовлюсь к поединку. У меня бой через две недели. А он говорит, что подписал контракт на бой со мной. Я что, два раза контракт подписал? И у меня бои идут подряд, это чуть глупо Я считаю, что нужно уважать людей, которые слушают тебя и думают Что ты говоришь реальные вещи Что я подразумевал, когда сказал на пресс-конференции, что Бивол не хороший человек Да нет, если взять персонально У меня никаких претензий нет к нему Чисто спортивный вопрос Одной вещи мне не достает Она у него Больше никаких вопросов к нему нет Я только за встречу с Биволом Если сейчас переговоры начнутся Я приветствую идею этого поединка Это спорт У нас есть друг к другу какие-то вопросы У него один пояс, у меня три Нам надо их объединить Вот и все Очень надеюсь, что бой состоится в этом году Костя Цзю отреагировал на Сова Артура Бетербеева Про него после победы над Калумом Смитом Бетербеев процитировал Сова Цзю по поводу настроя в бою Дав понять, что следует его советам Я за Артура и за Диму очень рад Что они выступают на высшем уровне За все, что они делают в профессиональном боксе Не знаю, состоится ли бой Артура и Бивола Я думаю, желание ребят превысит все другие Бой может состояться Хоть я и не очень хочу Это чисто боксерские амбиции Нормальное ощущение быть лучшим в своем деле Не важно, с земляками со своими боксируешь или нет Но чисто мое Не хотелось бы видеть этих ребят-боксеров В поединке друг против друга У нас и так мало чемпионов Что касается и результата их боя То будем просто болеть Тони Белю похвалил Артура Бетербеева после победы над Каумом Смитом Судя по всему, он молодеет Уровень тестостерона Бетербеева показывает возраст 20-летнего парня Он бросает вызов возрасту, но я не принижаю его победу Я думаю, что он потрясающий боец Если говорить с точки зрения техники, то он грозный боксер Бетербеев – абсолютная сила, но я не могу перестать думать о факте, что он бросает вызов возрасту Маркус Браун дал ему более тяжелый бой, чем Энтони Ярд и Калум Джонсон Я провел 34 поединка, но не забывайте, что Бетербеев был одним из лучших любителей мира Этот парень последние 10 лет дрался с лучшими бойцами со всего мира Поверьте мне, у него большой пробег У него не просто так трескается кожа каждый раз, когда он пропускает приличный левый хук Его роняли бойцы вроде Калума Джонсон У Бетербеева были жесткие раунды с оппонентами наподобие Энтони Ярда Но никто из них на самом деле не стоял с ним в центре ринга Оскар Далахой оценил возможность организации боя Сауля Альвара с Хайми Мунгия Это реальная возможность Но хочу сказать еще раз, что все зависит от Канело Он выбирает соперников Представьте, если Мунгия нокаутирует Джона Райдера, который прошел всю дистанцию из Канело Это будет серьезное заявление Послушайте Хайми против Канело, это будет огромное событие Я действительно так думаю Все же сейчас нужно сосредоточиться на Райдере После этого все карты будут у руках Канело Итак, если он выберет Бенавидиса или Мунгию, я буду очень рад Потому что мы не видели мексиканских противостояний на элитном уровне уже очень давно Хасим Ирахман Насол победителя боя Бетербиев Бивол Бетербиев продемонстрировал прекрасное выступление в бою со Смитом Он сделал то, что должен был сделать Парень сохранил свою нокаутирующую силу, несмотря на возраст Я даже не хочу выделять Бивола среди других соперников Бетербиева Я всегда говорил, что кто встретится с Бетербиевым, ляжет спать Если это не так, то бой остановит рефери или угол Парни в бою с ним получают повреждения больше, чем обычно Если говорить о Биволе, то они ищут оправдания, чтобы не связываться с ним Это бесспорный бой должен был состояться намного раньше Бивол проиграет Артур Бетербиев обладает отличными навыками У парня огромный любительский опыт Он дважды участвовал в Олимпийских играх У него отличные навыки, но он так и не смог их продемонстрировать Потому что его сила управляет всем А на этом у меня все, друзья Оставляйте больше комментариев, подписывайтесь на канал Поддержите лайком и увидимся в следующем выпуске Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok